на шесть месяцев. В случае вашего... Всем привет! Я стилист, меня зовут Валентина Ширеня, и сегодня я в гостях у... Угодьёк. Угодьёк. Ну, ничего страшного. Всем привет! Я стилист, меня зовут Валентина Ширеня, и я сегодня в гостях у Лёки, которая нам сегодня будет рассказывать про свой базовый летний гардероб. Ну, может быть, и ещё что-нибудь интересное. Привет! Будьте верны! Да! Куча всего! Здравствуйте! Лёка дизайнер одноимённого бренда и очень интересная личность. с оригинальным стилем, как я считаю. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, какой у тебя стиль? Ты, наверное, никогда же знаешь. Когда мы подготовимся к этому? Ну, вообще, мой стиль сейчас определяется временем, в котором мы живём. Да, я согласна, что ты самая трендовая вообще в этом плане. Ну, действительно, ты всегда такой была, ты чувствуешь моду раньше большинства, и действительно, твой гардероб – это вот то, что и молодое поколение сейчас круто поймёт. Мне кажется, вот так они одеваются. Мы, конечно, твои ровесники смотрим и удивляемся, как так может быть. Но я, как стилист, могу точно сказать, что это самый-самый тренд. Вот как ты его опишешь? Ну, вот, допустим, если взять год назад, да, я была помешана на платьях. Я носила платья, я очень люблю мини, очень люблю мини. Я носила платья экстремальной длины, сочетала их с кожаной курткой, с жакетами, с этими длинами. В этом сезоне, в этом году я убрала все свои платья. Я принесла сюда показать несколько моделей, которые я не убрала, но я не могу их надеть 100%, потому что этот сезон у меня ассоциируется с какой-то бесконечной свободой, свободой передвижения, бесконечным спортом. Я очень много хожу. Я могу выйти дома за кофе и прийти в 11 часов ночи, работать в ходьбе в городе. И платье здесь вообще не вариант. Ну, то есть, как бы, сейчас в нашем свободном графике, в свободном режиме, в каком-то работе онлайна, в... На удаленке. Да, на удаленке, в самоизоляции много всего поменялось. И в гардеробе в том числе. Ну, общий тренд мы с тобой тоже недавно обсуждали. Пока прогнозы непонятные, но стилисты начинают говорить о том, что вот эта свобода, мягкость, свобода движения, спорт, он глубже проникнет даже в самые консервативные стили и дресс-коды. И что мы никуда уже теперь от этого не денемся, что желание снова одеваться в узкие, неудобные костюмы, плотные какие-то вещи, в которых дышать тяжело, ну, некоторое время, как минимум, мы не будем. Ну, интересно, я, как Валентина Обоснуй, расскажу про вот эти платья с объемными этими штуками. Это же тоже все четко, трендово про 2019-й, когда в центре моды стояла новая женственность и новая феминизм. Который как раз говорил о том, что нет, я остаюсь девочкой, я не обязана ходить в мужских костюмах, чтобы вы меня принимали всерьез. Я буду девочкой, но на своих условиях. Мне будет удобно, я буду одеваться не для вас, а для себя, вот как я люблю. Но при этом вот эту женственность я оставлю. Это интересно. Ну, вот в этом плане свою женственность я оставляю в экстремальной длине. То есть я могу надеть огромные винтажные бомберы, я могу надеть все, что угодно, но вот именно экстремальная длина выделяет меня как у особо женского пола. То есть это будет заметно. Либо это какие-то супер, кстати, я забыла принести, это черные леггинсы, да, то есть какой-то универсальный вариант. Вообще я человек, который, если мне что-то нравится, в чем я выгляжу сегодня, я куплю таких наборов три или четыре, я могу реально ходить в этом всю неделю, потому что мне комфортно. Мне не смущает вообще, что я буду в одном и том же появляться, то есть, ну, как бы, это будет просто еще один дополнительный комплект. Я инертная, то есть вот мне стоит запуститься, я буду так, а потом меня может резко переключить на что-то другое. Ну, интересно, да, тоже хороший вариант. По поводу Норкора, ну, не хочется, опять же, уходить прям в какие-то прогнозы, потому что очень сложно. Но в целом вот веяния такие, что и Норкора, конечно, вот он сейчас останется снова, потому что мы так мало переодевались в период карантина, что многие к этому привыкли и думают, а зачем? Вот мне нужно поставить... Я лично разбирала свой гардероб и думала, господи, у меня тут на десятерых лет на десять вещей, и зачем так много вещей, и все, я думаю, это почувствовали вот за этот период, потому что ты мало одеваешься и понимаешь, что... Так мало того, я почувствовала. Тебе не надо так много всего. Год назад, чтобы я вышла без мейкапа на улицу, то есть, это было вообще что-то... Ну, то есть, я даже не могла сама на себя в зеркало посмотреть, да? То есть, сегодня мой макияж, это пудра и бесцветный гель для бровей, все, я даже перестала ресницы наращивать, потому что я понимаю, что, в принципе, ничего не меняется. Мужчины как обращали внимание, так обращают внимание, да? То есть, как бы, люди на тебя реагируют там в обществе абсолютно нормально. То есть, если даже что-то... То есть, ну, как бы, я не выгляжу, как обычный человек. Я всегда привлекала очень много внимания, особенно это заметно, когда ты заходишь в самолет, то есть, как бы, вот так на тебя смотрят, это черты лица, большой лоб, глаза и все такое. Вот, и одеваюсь я зачастую как городская сумасшедшая. Это 100%. Вот, и я понимаю, что макияж тут тоже вообще ни при чем. То есть, как бы, зачем? Зачем часто переодеваться, зачем... Да, это тоже трек, я с этим согласна. Я в нем тоже нахожусь уже достаточно давно и, работая с клиентами, часто спрашиваю, почему вы себя не принимаете без мейка? Вы же себя видите без него так часто. И я согласна, и было понятно и до карантина, что мы меньше будем краситься, мы больше будем уделять внимание уходу. И это та индустрия, которая единственная выросла за период карантина. Ну, как бы, да, у кого остается еще время после того, как всей семье приготовишь и помоешь посуду, там еще духовные практики, это безусловно. Но с мейком такая история, и я согласна с тобой. Ну, мне кажется, что общество и раньше было все равно, что мы делали. Ну, вот именно с точки зрения, да, ты себя не воспринимала просто так. А так как сейчас начали ухаживать за собой больше, да, больше времени появилось, чтобы делать всякие масочки уходовые и вообще, в принципе, следить за своим здоровьем, питанием, то, в принципе, то есть, как бы, у нас красота же, она откуда? Из внутри идет, да, встает, то есть, ты как бы, если у тебя прыщи на лице, то это из кишечника все проблемы идут, вот, либо из твоей головы. И поэтому, так как у нас сейчас больше времени подумать над всем над этим, и лицо-то стало лучше. Ну, да. К одежде. Да. Ну, я, если что, буду обратно заходить. Давай начнем с низов, что ты носишь, какие виды низов ты носишь, в принципе. Из низов самый популярный низ, это то, в чем я сейчас, это Nike, шерты Nike. Они просто летом, там, где мы сейчас находимся, очень-очень жарко, и это максимально должна быть невесомая одежда на мне. И так как то, что мы до этого говорили, это абсолютный спор должен быть, потому что свобода передвижения, ничего обтягивающего, но экстремальная длина. Это мой номер один, я могу просто с чем угодно это сочетать, и даже с классическими жакетами мне все равно. Вот. Еще из низов, когда бывает чуть-чуть прохладнее, у меня есть два костюма нашего хэнда. Это свитшот и джогеры запрещенные. Далее. Ага. С карманами. Они очень-очень круто сидят, они подчеркивают. Защипами немножечко, да? Я ношу это с топом, которых у меня три штуки. Вру. Пять. Пять одинаковых топов, просто разных цветов. И они очень мне идут и подчеркивают все мои достоинства, все мои лучшие места. Качества. Да, это в черном цвете и костюм пудра. А что ты любишь больше, темный цвет или светлый цвет? Я вообще никогда в жизни не носила пудровые оттенки. Никогда вообще. Я вот не удивлена. Да, в этом сезоне у меня мало кого есть костюм, у меня есть пудровая футболка. И когда даже мы производили эти футболки, я подумала, что, ну, есть девушки, да, которым очень все это идет, и они будут носить. Я в этом сезоне просто влюблена в этот оттенок. Я понимаю, что у меня очень много ярких деталей вообще, в принципе, вокруг, и мне так хочется какой-то нейтральности. И я сама по себе, да, то есть абринетка и контрастные глаза, то есть у меня контрастные ногти. И это все очень классно выглядит на фоне пудры. Вот это... Да, согласна. Очень красивый цвет. Джинсы ты носишь? Джинсы в этом сезоне не ношу. Я вся джинсы свои отдала ребенку. Я просто собрала все с полки и вот так и отдала. Потому что этот из серии сковывает движение. Ну, да. Да, это либо если высокая талия, мне некомфортно сидеть в машине, вот, либо это недостаточно тянется, либо если это тянется, это обтягивает ноги, мне тоже в этом некомфортно. В общем, мне хочется максимальной свободы. И я заметила такую историю, что когда становится хоть немного тепло, я надеваю шорты, я больше никогда до октября месяца ноги не закрываю. То есть если совсем будет холод, то есть я максимально там до плюс 15 градусов буду ходить в шорты, потому что во всем остальном, что закрывает ноги, мне жарко. Но бывают прохладные вечера, так как мы живем в доме и хочется иногда что-то надеть. Поэтому низы у меня есть в шорты. Юбки ты носишь? Нет, юбки я не ношу. Есть еще один вариант низов, это джоггеры. Тоже ваши? Да, наши. Клаборации с Нюшей. Это просто вторая жизнь у них в этом сезоне. Мы начали перебирать склад. Я начала просто примерять заново эти вещи. Я поняла, что я их открываю заново, я их начинаю стилизовать по-другому. У меня вид у меня изменилось. Ну то есть я абсолютно фанат этой модели и наши все клиенты тоже фанаты. Это очень удобно и это очень актуально. Интересно, что получилось у вас вторую жизнь этой спортивной коллаборации. Хотя спорт никуда не уходил, но вот он, я согласна с тобой, он видоизменился сейчас. Мы его стали вписывать даже в классику такую жесткую, в которой раньше спорт был недопустим. И наоборот спорт как-то миксовать. Ну, это детали, которые, наверное, конечно, невооруженным взглядом не видно, но я тоже согласна, что спорт стал другим каким-то. Это интересно. А юбки? Юбки? Нет. Покажу два варианта платья. Давай, да. Это платье, оно просто стоило 500 рублей реально. Я покупала ребенку на Новый год, она заказала себе толстовку в Страдивариусе, и я просто увидела 500 рублей бру, это полумбир, и оно настолько мне идет, и настолько мне идут вот эти вырезы, и оно такое свободное. Причем это огромный размер, это единственный класс, который был. Я его просто всю весну носила вот с этим пиджаком нашего бренда, с милитари-подкладом, и это выглядело настолько, и с кроссовками это выглядело просто классно. С грубыми ботинками, потому что это чистый гранж. Да, и свободные плечи. Ну, в общем, я фанат вот этого лука была, я вот, если бы у меня был еще такой, я даже хотела найти точно такое же платье, я попыталась это сделать. Попыталась это сделать, и заказала на ASOS, так как мы с принтами вообще в бренде, ну, мало работаем, вот, я заказываю всякие принтованные вещи где-то в других брендах, и это платье я заказала, мне недавно пришло на ASOS, оно выглядит халатно абсолютно, ну, то есть, как бы, это просто такой деревенский вариант, но когда я его надеваю с шишкой, с какими-то крупными украшениями, с кроссовками, с кожаной курткой, это просто потрясающе. Да, я согласна, выглядит круто, мне принт нравится. Да, и он приятный материал. Я, потому что, больше люблю, хотя к цветам тяжеловато отношусь, но просто красный с черным, это чисто гранжевый принт, я на себе вообще не могу, но ты более яркая, в любом случае, на тебе это смотрится все классно. Ну, вот в таком духе это все выглядит очень-очень достойно. Ты носишь это с кроссовками, да? Давай покажем обувь твою. Обувь, это тоже из серии, когда ты покупаешь одну модель, а потом еще три таких же. Ты всегда такой была, или вот у тебя последнее время так? Мне кажется, да, я просто недавно задумалась об этом, потому что я вспомнила свои детские фотографии, когда все мои сестры ходили, сестры и подруги ходили в платьях, я сидела в одном и том же спортивном костюме, мне было офигенно комфортно, удобно, я это чувствовала просто потрясающе. Я реально одна была в свитшоте, в джоггерах, одна. И всегда это было, ну, типа серия Adidas, что-то такое. Ну, короче, это было что-то, это было модное, даже сейчас я смотрю на эти фотки. Вот, и я просто чувствовала себя, видимо, комфортно в одном и том же, да. Ну, не знаю, наверное, да. В общем, у меня есть модель любимая кроссовок Nike. Сначала я купила эти, потом я купила эти, потом я купила эти. А черные у тебя отличаются только цветом подошвы? Они только цветом все отличаются, это одна, да, это же модель. Ну, я имею в виду, даже вот у тебя же две пары черных, но разная подошва. Да, да, разная подошва, я еще планирую белые, допустим. Вот, и в этом сезоне я реально влезла в кроссовки, я хожу в них постоянно, потому что я очень много хожу, я хожу по 20 километров в день иногда. Вот, и с прошлого года у меня остались, ну, как бы, я никогда не покупала обувь в масс-маркете, вообще никогда. В прошлом году это была моя находка, я купила Kitten Hill Zarya. И когда у меня, у меня было очень много гастролей, и я просто бесконечно ходила в них, и когда они прорвались в августе, я нашла точно такие же, и я купила такие же просто. И у меня в этом сезоне тоже есть. И это, это самое, я могу сказать, что это реально самая удобная летняя обувь, которая у меня когда-либо была, учится то, сколько я хожу. Ну, то есть, вообще. Я позитивно отношусь к обуви в масс-маркете, она не вся одинаковая, и можно там найти что-то классное, а можно попасться на очень неудобную обувь. Но тут надо просто прислушиваться к своим ощущениям и не промахиваться. А с сумками, раз уж мы обувь разобрали, какие ты сумки используешь? Ты показывала, вот, рюкзак огромный. Да, часто ты его используешь. Когда я витала очень много, я с ним не заставался. Когда я ездила, у меня просто всегда с собой целый дом. Я ношу ноутбук, я ношу iPad, я ношу кучу каких-то образцов, и у меня всегда был с собой рюкзак, то есть у меня была сумка и рюкзак. Сейчас, когда мы перебрались на удаленку, он стоит у меня уже с марта, я реально его не использую. А с чем ты ходишь постоянно? Я хожу постоянно сейчас с той же сумкой, которую я приобрела в прошлом году, это Tommy Hilfiger, она очень удобная, просто обожаю маленькие черные всякие варианты. Просто она, ее надо уже восстанавливать, но она безумно удобная, она очень вместительная, и у нее есть графические вот этот вот ремень. В общем, это просто, да, я влезаю во что-то и хожу в этом бесконечно. Потому что ты не хочешь, это одна из стратегий, на самом деле. Несмотря на то, что ты сама работаешь в сфере моды, ты больше увлечена работой, чем собственным внешним видом, поэтому, чтобы ничего не отвлекало, это очень магично. Еще по поводу сумок тоже, иногда, когда я хожу гулять, мне нужно, я не хочу, чтобы у меня что-то здесь было, потому что шорты задираются очень часто, когда ты идешь, и что-то все отблакается. Вот, это фиггер, она подиумная, я ее приобрела тоже в Москве в прошлом году, очень ей довольна, она кожаная, очень прикольная. И, собственно, моя уже превратившаяся, мне кажется, в винтаж дизель. Ей, наверное, я не знаю, лет 10, наверное, я приобретала ее в Америке, и она все еще... Очень актуальна, за счет, опять же, вот этой BDSM-темы, прекрасной. И деним, и BDSM, все хорошо. Про топы мы уже даже немного поговорили, единственное, здесь у тебя есть один, я его назвала нарядным, но он бельевой просто чуть-чуть с люрексом как раз, из ойши, да. И это то, что почему-то любят у нас называть спортшиком, хотя я против названия такого стиля, когда ты берешь откровенный спорт и просто добавляешь одну условно-нарядную вещь, против названия это спортшиком. Шорт какие-то у тебя классные. Да, я просто хотела сказать, что с этим топом мне очень нравилось, и гармонировал мне лично. Это свободные шорты, на самом деле, это костюм... Почти бермуды, я бы даже сказала уже. Да, это костюм нашего бренда, это такая наша находка в этом сезоне, и мы делаем из различных материалов, и из мягких тканей, и вот такие классические модели. Собственно, это, наверное, первый мой костюм, к которому я пришла, и к которому мне абсолютно комфортно, и я в нем очень часто его достала. А ты раньше не носила костюмы? Нет, никогда. Ну вот это прям 80-е, очень мне нравится. Как раз бермуды свободные, и такой пиджак мужского, опять, кроя, как-то с чужого плеча, очень объемный. Все это круто прям. Еще у меня есть тоже аналогичные... А, такие уже круто. Вторые слои какие у тебя еще есть? Ты показала уже два пиджака, да, вот у тебя еще немножко гранжа. И отсылу с Курт-Побейну. Это тоже из серии, я покупаю несколько моделей одного и того же. Я ждала, пока откроется H&M, физические магазины, и я хотела приобрести очень-очень длинную, очень большую фланельную рубашку. Я так хотела, чтобы приобрела сразу четыре цвета. Когда все это открылось, просто в других брендах не настолько они длинные. То есть мне очень нравится, что здесь правильная длина, и она закрывает, она как платье идет, да, и у нее длинные рукава, и в ней очень комфортно гулять. И опять-таки это такой отсыл к деревенскому образу жизни. Но мы все сейчас живем за городом, да, мы работаем на удаленке. Это просто очень комфортно. У меня есть такая желтая, красная, зеленая, и еще не фланелевая, а такая более пляжная вариант, голубая. Прекрасно. Ну, в общем. И тоже оттуда же, да, это тоже стоило, наверное, рублей 30. А, это тоже H&M, да? Да, это тоже H&M. А вот размер какой у этой L? Это L, она женская, а эта мужская рубашка, и у них одинаковая пройма, и очень хорошо за то, что не весь верх можно надеть на свободное. Ну да, чем больше вещь, тем больше под нее залезет. Крутая, кстати, вообще абсолютно. Я вот не видела ее. Она как рубашечная в крое, да. Она одна висела во всем. То есть ты ее прямо в офлайне купила? Да, да, да. Я даже не видела. У нее сзади удлиненый вариант. Ну, короче, это прям классно. И мне нравится вот этот светлый деним, который прям такой из 80-х. Я прям обожаю его, конечно. Вот из винтажа тоже давай тогда я расскажу. Это моя находка тоже. Я была на выставке в Филате в Флоренции, и там был павильон, посвященный винтажным вещам. Я так кайфовала. Это было в прошлом году, да? Это было в прошлом году, да. Да, она очень тяжелая. Это какая-то просто удивительная вещь. Она суперсложная по вышивке, по каким-то вставкам. Она не первой свежести, и явно ей лет 50. Но, во-первых, она меня спасла, когда я прилетела из Италии в Москву, потому что в Москве был минус в июле. И она просто дала мне не замерзнуть. Во-вторых, это настолько привлекающая внимание вещь. Она с огромными плечами. Да. И очень классная. И меня многие просили повторить ее. То есть вы можете сделать такую же. Вот. Она очень классная. И я единственное, что хочу на ней поменять резинки. Да, резинки, потому что они действительно уже поюзанные все. Нет, выглядит она очень круто. Но я не думаю, что ей 50, но какой-то расцвет бейсбол. Я думаю, это 80-е, может быть. Круто. Хорошо. 40. Что мы вот на тот момент. А из винтажа что-то есть у тебя еще? Или мы все уже показали? Ну, если мы говорили, да. Круто, которую я тоже приобретала в Нью-Йорке, я считаю, что она до сих пор актуальна. Мне даже не хочется ее укорачивать ремень. Ну, то есть она такая все. Она такая моя. Ну, то есть это прям вот мое-мое. Вот есть вещи, которые ты видишь и понимаешь, что это просто твое. Я думал так с Бондером. Я реально... Ну да, он говорит, это про тебя. Да. Я шагнула с павильона, думаю, завтра приду на выставку и его куплю. А потом думаю, а если вот кто-то купит, я же не переживаю вообще. И я вернулась и я тащила его. А как ты относишься вообще к люксу, к дорогим брендам? Что ты думаешь на эту тему? Из дорогих брендов я всегда покупала обувь. Я покупала свиньки. То есть у меня очень-очень большая коллекция именно брендовых сумок, обуви. И я была... Я фанатка была обуви Prada. У меня практически вся обувь была Prada и сумки. То есть у меня тоже несколько сумок при Шанели и все. Но так как я произвожу сама вещи, то есть я покупала всегда брендированные вещи, то, что я не могу сама произвести. То есть у меня был такой посыл. То есть это было из серии Denim. Это сумки. Ну, то есть аксессуары, да? Вот. А сейчас же... Сейчас вообще кардинально поменялась ситуация в сторону того, что мне все равно. Мне реально абсолютно все равно. Для меня должна быть ценность в чем-то другом. То есть это не в имени 100%. Это даже не в качестве дела. Потому что одежды... Мы когда сели на карантин все, да? Мы начали собирать всю свою одежду, перебирать ее, перебирать гардеробы. Я не знаю, как... Я думаю, что у многих так. Это вот огромные горы просто одежды. Иногда той, которую мы даже ни разу не надевали. И ты просто смотришь на все, на это и думаешь, что, господи, это куда все? Да. Да, очень много вещей появилось в моем гардеробе в этом сезоне. Это из серии «Вторая жизнь». То есть я находила, я понимала, что, ага, да, классно, я в том же весе. И я точно тоже могу, точно так же. Я просто смиксую это с какими-то другими аксессуарами. И никто даже не понимает, когда это куплено, да? И я поняла, что я больше не хочу покупать вещи. То есть, да. Я думаю, многие это ощущение словили. У меня было то же самое. Я просто... Во-первых, я удивилась. Я впервые разбирала гардероб по методу Мариконда, когда надо все в одну кучу свалить. Все. И это просто гора, которая задавит меня. И еще... И мой вывод был, если все заводы на свете встанут, мне еще десятерым человеком такого же размера хватит одежды вот еще надолго. И зачем еще покупать, зачем еще производить? Я думаю, все словили это. Я как производитель и как владелец бренда, я именно по этой причине год назад остановила все тиражи, остановила все вот эти вот складские программы. Я закрыла все магазины, потому что я не понимала, куда уже больше, да? То есть, дизайнеров больше и больше, показывают больше и больше. А что мы смотрим? Мы смотрим одно и то же. Вот. Поэтому я год пребывала в какой-то такой скрытой для себя необъяснимой депрессии, такой тихой. Потому что я не видела цели, куда мы все движемся. И когда случилось, я поняла, господи, спасибо, спасибо, вот оно. Просто сейчас будет что-то новое, да? Потому что дальше уже некуда было. В таком темпе и в таком объеме нет. И это очень забавно, как это все сработало, потому что действительно разгонялась мода, и она потеряла связь вообще с реальностью. Мы про эти тренды говорили каждый месяц. Они менялись, и люди уже, ну просто 99% даже помешанных на моде говорили, что происходит, зачем нам вот так много всего. Зачем вы снова тащите на подиум то, что три года назад уже было, и обыватели даже еще не успели это понять. То есть, он уже, мода стала существовать сама ради себя, и в этом нет смысла никакого. Да, ну просто бюджеты крутятся, да? Нет, мы понимаем их мотивацию, конечно, но ты отрываешься. Изначально одежда очень прикладная штука. Понятно, что там много-много-много всяких навешивается на одежду других нефункциональных задач. Но когда это совсем стало не совпадать с тем, куда движется общество, она должна была схлопнуться. И вот они сейчас, да, сокращают количество показов. Кто-то пытается не отказаться. Ну посмотрим. То есть, непонятно. Мы находимся прямо в самой середине процесса. Это интересно. Это очень интересно. Как сериал смотрит. Да, и круто, что ты действительно и в этом, и в отношении своего бизнеса чувствовала заранее это все. Оно в воздухе, его невозможно игнорировать. Если ты совсем оторван от вообще вот этого космоса, то, конечно, тебе кажется, о боже мой, как это могло произойти. Но в глобальном смысле это было уже понятно. Да, просто когда запускается машина, я просто это очень хорошо понимаю, потому что я в этом жила практически 10 лет. Когда у тебя идут производства, коллекции, след, ты не можешь остановиться, потому что у тебя уже на сезон вперед. И ты инертно, вот так по инерции, ты идешь, 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 просыпаешься, с утра идешь только потому, что у тебя инвестиции инвестированы. И ты не можешь взять, просто прийти, допустим, всем своим юзям, всей своей команде сказать, ребят, все, короче, мы больше не работаем, потому что у меня депрессия, я не пойму, куда мы движемся. Для кого мы все это производим. Люди не хотят терять работу. Люди и так по всему миру, и так у всех брендов. Конечно, это такая индустрия, ее невозможно вот так просто выключить рубильник, обязательно кто-то пострадает. Ну, а как по-другому? Нет других вариантов. Что про твой еще гардероб мы не рассказали. По брендам. Ну, про бренды ты сказала, сейчас, соответственно, у тебя... Можно я расскажу про свою вообще любимую вещь? Да, эту вещь просто, я не знаю, в каком году мы ее произвели. Наверное, была коллекция, произведенная в 15-м году, это коллекция 16-го года. Это моя любимая кожаная куртка. И я в этом сезоне даже хотела, учитывая то, что у нас должен был состояться показ детский в марте, я хотела даже ее почикать и переделать для детей, но потом, когда мы заморозили все, я просто ее вот так выдернула с рейла и поняла, что я с ней не расстанусь, мне кажется, никогда. Это моя кожаная куртка, которая просто навекла. Ну да, вы с кожей вообще круто работаете. У вас, конечно, ваши кожные изделия очень необычные и призы брали, да? Да, мы вошли в топ-6 производителей, лучших производителей, работающих с кожей в Милане и стояли на выставке, например, на Милана Уника. И вообще, то есть как бы мы очень любим работать. Ну, то есть сейчас понятно, что все на паузе, вот, но вообще мы очень-очень круто работаем с кожей, умеем это делать. И все наши кожаные... Это моя просто любовь, большая любовь, несмотря на всю мою тоже любовь к животному и всему вегетарианству, вот. Ну, то есть на кожаные вещи, это проститься, это реально... Я даже сказать, это очень возможно, потом это будет винтаж. Ну да, потом это будет винтаж, тоже будет модно. Ну, наверное, у меня вопросов больше нет. У тебя такой достаточно единообразный по стилистике, и глядя на этот гардероб, вот, я прям тебя вижу. Тут это круто работает, когда человек все про себя понял и не отвлекается. Классно. Да, безусловно. Да, потому что, ну, серьезно, при разборах гардероба, это вот самая частая проблема, что вот человек пытается что-то изображать с помощью одежды, кого-то копировать. И в итоге, вот, если оторваться от личности, открыть шкаф, ты вообще не понимаешь, кто это. У него что там, мультипликация личности или что это за человек вообще. А когда это все... Ну, вот я про свой гардероб так могу сказать. Я знаю, что это человек с единой какой-то линией. Пусть там количество вещей может быть разное, но это один человек, а не пять. Там не подсажена бабушка, там, не знаю, молодой человек бывший. То есть нету этого ничего. Это круто, к этому надо стремиться. И главный тренд ближайших лет в любом случае будет помимо норм кора, удобства и так далее. Вот эта вот история про пора рассказывать про себя через одежду, не про кого-то. Не про то, что сколько я зарабатываю, какая у меня профессия, а кто я на самом деле. Это вот, я слышала, да, такую фразу, как то, как ты выгляжешь, твой диалог с обществом. То есть это... Всегда, конечно. Да, да. И... Или монолог иногда, знаешь. Иногда, да. Заткнитесь, я вам расскажу. Всякое бывает. Но все-таки в России пока встречают по одежке. Не только в России. Ну, в России обостряну это чувство. Сейчас, ну, как бы, слава богу, это уже где-то сходит на нет. Вот, но и благодаря периоду, в котором мы живем. И я знаю, про что мы не поговорили. Про аксессуары. А, да. Про бежутые, про украшения. Да, потому что я их не ношу вообще. Поэтому не поговорили. Разговор хорош. Да, реально, я не могу. Ну, то есть как бы у меня в... Ну, сейчас неудобно, наверное, просто отвоекло. Нет, даже не то, что сейчас это произошло. Вот, вот, при встрече с Василием, кстати, это произошло. И потом меня начало в какой-то момент перевешивать. То есть энергетически. Польца, браслеты. Я носила, я была вся в прошлом летом увешана. Да, я помню. Полностью. Потом я отказалась сначала от браслета, потом отказалась от колец. И все. Я сейчас себя чувствую абсолютно комфортно, органично без всего. Да? Это не обязаловка в любом случае. Кто-то... Я, например, через украшения проявляюсь как раз. Это вот мое место заботы о себе. Будет так всегда или это временно. Это все про индивидуальность. И вот мы... Диалог... Это хорошая история. Встречать по одежке все равно будут всегда. Другой вопрос, что меняются стереотипы. И это самое важное. Почему нужно было быть в определенной тусовке, обвешанном бренду? Не потому, что это важно, что ценность в самих этих брендах. А там такой вот код. И это сейчас будет очень сильно все меняться. И в стилистике на первый план мы выводим индивидуальность. Потому что когда такое количество предложений, одежды и разных течений, ты путаешься. Тебе нужно просто быть собой, оставаться собой. И делать так, как тебе важно. Потому что когда ты чувствуешь свою одежду, во-первых, это как твоя вторая кожа становится. Она для тебя ресурсная становится. Потому что она тебя поддерживает. Потому что такие... Ну, у меня много этих историй из практики, когда человек надевает вещь и втайне боится, что он ее недостоин. И так не надо делать. Да? Потому что этот твой страх считывают люди. А это все субъективно абсолютно. Для кого-то в балетке Шанель это прям вот верх успеха и статуса. А для кого-то это низшая ступень в шанельской всей истории. Поэтому ты всем не угодишь. И мы возвращаемся к тому, что это про меня. Я уверена это ношу. Я знаю, как это носить. Это моя база, моя вторая кожа. И когда ты в этом уверен, тебе словно ты не скажешь. И один человек не начнет с тобой спорить, что ты что-то делаешь не так. А вот это... Возможно, люди даже не заметят, в чем ты. Да никому не интересно. Потому что вообще никому реально не интересно. Никому не должно быть дела до того, кто идет на встречу. Если кто-то будет что-то смеяться или что-то говорить, это дело в них внутри. Безусловно. Они сами там комплексуют по поводу того, что они так не могут или что-то. То есть они смеются за счет на реакции. Ну мы придем, мы медленно к этому идем. Надо же понимать, что в регионах у нас больше свободного времени. Больше стереотипов, рамок. И поэтому больше какого-то осуждения. Но тут вопрос, насколько тебя это трогает и все. Если тебя это вообще не трогает, и ты уверен в том, что ты делаешь, и у тебя нет времени думать о том, что думают другие про тебя, к тебе это вообще не приведет. Это же очень круто прийти к тому, что ты задумываешься о более глобальных вещах. Или о своей духовности, или о своем теле, о своей работе, а не о какой-то фигне, что про тебя подумают люди. Конечно. Безусловно. Стиль вообще сложный инструмент, потому что с одной стороны он нам помогает какие-то задачи решать. И в эти моменты надо включаться и думать, что ты делаешь. Если ты идешь на важные для тебя переговоры, и тебе не то, что надо пыль в глаза напускать, вот важно не путать задачу, что твоя задача не поразить всех до глубины души стоимостью своих часов, например, а произвести впечатление профессионала, собранного человека, с которым не стоит шутить. Разные могут быть эпитеты. Одежда тебе в этом поможет. Потому что она будет хуже, когда одежда твоя совсем другой посыл несет. Стереотипные, опять же. А когда у тебя нет таких жестких задач, ты можешь быть вообще кем угодно. Поэтому тут такой момент. Просто важно это понимать, что это все разные темы, что все равно даже когда у тебя есть задача быть кем-то, какой-то своей субличностью, то есть ты точно не должен ничего изображать, что в тебе вообще нет. Но у нас много всяких есть черт. И нужно какую-то подчеркнуть, какую-то немножко приглушить. Если ты в этом уверен, и ты знаешь, что это твое и про тебя, на тебе это будет всегда смотреться гармонично. Много говорят про эту гармонию, никто ее не может описать. А гармонично это когда твое внутреннее совпадает с твоим внешним. И у тебя это может меняться легко. Тебе раньше было в футболке гармонично, потому что ты себя таким человеком ощущала. А потом тебе гармонично в мужском костюме. Это может случиться раз в неделю, это может быть измена сезона. Это может быть когда-годно. Просто когда тебе это хочется, значит ты просто слушай себя, и следуй себе так честно. Я за честность вообще, в принципе. За честность в отношениях с людьми, за честность по отношению к миру, и за честность по отношению к тому, как ты хочешь выглядеть для этого мира. То есть попробуй. Почему? Отнесись к этому как к игре, отнесись к этому как угодно, как к наблюдателю. Просто понаблюдай. Но сделай так и понаблюдай, что будет. Не относиться к этому суперсерьёзно. Да, серьёзно нельзя. Я с этим согласна. Игра, не игра. Каждый ищет свою схему. Надо понимать, что игнорировать это нельзя. Когда ты говоришь, что мне плевать, как я выгляжу, ты говоришь, что мне плевать на себя. Нет, нет, нет. Нет, не я. Нет, не ты. Я про тебя. Я в целом. Вообще да. Нет, это любовь к тебе. Это в первую очередь. Потому что есть такая ещё сторона, что мне не важно, я супер-профи, люди должны меня оценивать по результатам моей работы. Почему? Ну, это так не работает. Мы визуалы. Нет, нет. Мы живём в обществе. Как бы мы ни боролись с этим обществом, мы живём в обществе. И мы должны производить какое-то, ну, стараться производить положительное впечатление на людей, чтобы люди хотели с тобой общаться. Да, смотрят, есть у тебя и задачи. Что-то им продавать, что-то им какую-то услугу оказывать. Если твоя задача со всеми поругаться и жить на необитаемом острове, без вопросов, мы не против, это всегда ты сам решаешь. Просто хуже, когда человек сам себя обманывает вот этими историями про то, что мне плевать, как я выгляжу. Нет. Да, это сама обман, согласна. Ну, там бывают этапы, все мы через них проходили. Мне сегодня, вот, например, пишет девочка, да, знакомая, она говорит, не помню, с чего начался разговор, она говорит, ой, ну, ты красивая, худая, стройная, тебе всё идёт. Вот, а я вот поправилась и, короче, расстраивалась, и говорю, что расстраиваться? Каждый день просто делаю маленькие шаги. Ну, то есть, там, сегодня, там, ну, вот это сделаю. Не надо, там, сразу брать, там, сегодня худеть, или, да, просто стремись, двигайся. Вот я сижу, расстраиваюсь, да, и, типа, вот, мне пофигу, я забила. Забила то, что я, я забила, что я толстая. И просто сижу, сижу и не нравлюсь, да, сижу и не нравлюсь себе, это то же самое. Какой-то вот, 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 эта защитная реакция, её нужно просто подбирать. Ой, про размеры, это моя больная тема, потому что каждый день я в работе с этим сталкиваюсь. Все смотрят на картинки худых, придумывают себе, что это единственный эталон, хотя никто так не говорит, что... Ну, мы живём в обществе, которое уже двигается в сторону, до версти, и, ну, смешно в 21 веке. Думать, что если ты родилась в другом размере, то всё, тебя надо со скалы сбросить. Ну, серьёзно, да, это в 90-х, может, было актуально, но 20 лет прошло уже, даже больше. Вот, и идёт такой разрыв, человек смотрит на картинку худую, худой девочке сорокового размера, и надевает эту же вещь на себя и говорит, мне не идёт. Я говорю, ты почему решила? Ну, я же не так выглядишь. Так ты всегда не так выглядишь, ну, просто надо как-то с собой договориться. Не знаю, как пример привести какой-то. Либо если тебе не нравится, как ты выглядишь, но ты просто стремись к тому, как ты хочешь выглядеть, и всё. Ну, то есть я не вижу, если ты не можешь этого застегнуть, значит, ты недостаточно приложил усилий. Вот у меня же жёсткая позиция, просто я не всегда, я не беспроблемная в плане здоровья, да, там, в плане каких-то историй, то, что я не поправлялась. У меня прошлый год был просто до свидания, да, там, со всеми набором веса, и отёками, и перелётами бесконечными, да. Я понимала, что у меня руки опускались, и всё, когда ты не контролируешь своё тело, но просто ты делаешь какие-то определённые шаги. Это не получается, делай другое, что-то должно сработаться в своём случае, не надо просто... Ну, если ты себе уже цель такую поставил, тут можно любую стратегию выбрать. Я, например, после родов увеличилась на два размера, и я понимаю, что у меня нет задачи вернуться в тот размер. Ну, вот я принимаю тело, ну, как бы, я взвешиваю свой образ жизни, если я буду стремиться к размеру, который для моего тела, ситуации жизненной, вот этих вот всех моих планах на будущее не совместим. То есть, чтобы мне стать эксцесс снова, как было 10 лет назад, мне надо жить этим, а я не хочу чем-то ещё жить. Соответственно, я понимаю, что эта данность теперь... Хватит дурью маяться, покупаем одежду, которая по размеру, да, и вообще, всем вообще плевать, никто не видит разницы, кроме тебя, которая загоняется. Да, да, как мы себя воспринимаем, но какие мы, на самом деле, это вообще две разные вещи. Абсолютно разные вещи. Да, 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 поэтому тут всегда путь есть. И я говорю, это моя любимая тема с этим размером, что ты куда, тебе всё идёт. Ну, это в любых других сферах, и мы тоже слушаем. Ты везучая, поэтому у тебя всё хорошо. Да, тебе, может быть, идёт, но ты говно-человек. Ну, это... Да, но тебе всё идёт, но это не самоцель, но это не самоцель, конечно. Одежда вообще не самоцель и не единственный показатель счастья. Конечно. И успешности. Да, и успех, счастье разные вещи. Да, и у тебя всё идёт, но ты невезучая. Или что-то же у всех людей есть свои какие-то... Они все живут какими-то своими заморочками, проблемами. Поэтому... Но внешний вид в любом теле, в любом весе может выглядеть прикольно. Да быть довольной. Довольной. Там как бы... Тут надо смещать просто фокус контроля. Не на внешнее, что вот если я им травлю, значит, со мной всё в порядке. Она внутренняя, что это я. Да, да, да. Ну, как бы... Как будто... Я всё время тоже смеюсь, что... Как будто если ты будешь очень сильно на себя ругаться, высшие силы такие скажут, ну ладно, бери другое. Вот тебе другое тело. Ну, так же не будет. Поэтому смысл тут как-то не в этом, а в том, что... Исходить из того, что мы имеем. Ну, легко на других смотреть, думая, что им всё достаётся легко. А ты один самый несчастный. Потому что я это ещё и по работе часто слышала. И не я одна такая, что ну, конечно, тебе всё легко даётся. А, ну, конечно, ты и там, и это можешь легко запомнить. И что я, что должна за это извиняться. Поэтому это такая тема, конечно, хорошая. Зашли мы куда-то, ушли от гардероба. Ну, стиль он всё равно чисто через самоощущение. Я просто хотела обратить внимание на то, что вот сейчас тренд на индивидуальность. То есть, а вот даже то, что ты говорила, мне понравилась тема, которую мы не затронули. Из трендов на ближайшее – это новая комбинаторика. То есть, мы будем стилизовать каждый по-своему. Одни и те же вещи. Возможно, из старого что-то. Из старого, из винтажа. Сейчас все вот это вот вторичное потребление, оно всё выйдет на первый план. И за счёт чего мы сможем это всё носить? За счёт комбинаторики интересной, которую нам всё равно надо вот чувствовать каким-то образом. Не так делать, как вот часто бывает, человек в магазине вот увидел комплект, и вот он считает где-то на глубинном уровне, что только так можно его носить. Что нельзя нарушать правила, придуманные кем-то. Что мама придёт, да, и двойку там в дневник поставят. И они даже себе не допускают возможности. Слушай, я даже, я вот такой-то два ещё не услышала такую фразу. Она у меня прям вот отложилась. Наверное, вот с тех пор начались у меня вопросики по поводу всего вот этого дизайнерства. Что нет больше дизайнеров, есть стилисты. Всё. Ну, то есть, как бы придумано уже всё. Велосипед изобретён уже давно. В любом направлении, да, всё изобретено. Вопрос в том, как это ты стилизуешь и подаёшь там на подиуме или в своих магазинах и так далее, да. Вот, тем более в век информации, ну, то есть, как бы вот это вот обилие одинаковых всех вот этих вот брендов, да, там с... Даже не буду называть с чем. Вот, и, но это всё можно применить. Это же реальная игра. Это интересно, каким образом ты просто покупаешь вещь и просто начинаешь играть. И ты ставишь себе задачу, не задачу, ну, просто, ну, относиться к этому легко, то есть, какая-то лёгкая такая задача. А как это, например, сделать так, чтобы эту вещь, чтобы женька не узнала, откуда она, то есть, да. То есть, даже если кто-то её видел 300 раз в магазине, в одном и том же, ну, ты просто стилизуешь так и подаёшь так, чтобы все, вау, где ты купила эту вещь, а она просто продаётся. У меня это работает все пять лет, пока я в стилистике, где-то взял эту вещь, а я же постоянно в сторис ещё показываю какие-то вещи. За мной идёт клиент или мой подписчик и говорит, я не вижу эту вещь. Ты понимаешь, Аня, столько у нас вот туннельное зрение и понимание, на витрине может вещь стоять. Я, как стилист, на это внимание обращаю, и я потом думаю, ой, с витрин человек купил, как ему вообще не страшно, а при этом все остальные 99% прошли мимо и даже не заметили. И у меня постоянно про лодочки из Зары спрашивают, где ты и взяла, и никогда не верят, что это Зара. То есть, ну, у всех свои какие-то там представления. Ну, вот эта стилизация, вот эта комбинаторика, это будет то, на что стоит вообще заморочиться, над чем стоит думать. Это прикольно. Да, это интересно. Я так вдохновилась, мне так хочется что-то взять и как-то замиксовать со всем по-особенному, по-интересному, потестить это в городе. Тестить в городе, это вообще самое крутое. Вот в то время я понимаю, что мы что-то делаем, какой-то дроп, да, мы выпускаем, я просто надеваю и иду тестить в городе. Ну, то есть, на комфорт, на как люди реагируют. Это было вот в эти выходные, я просто наделась на наш новый трикотажный костюм. Да, кстати, ты мне показала. Очень-очень классный, у меня столько внимания, ко мне очень говорили, мне все писали, мы тебя видели. Ну, правильно, я прошла 20 километров по городу, везде не ходила, вот, кто-то меня фоткал, выкладывал. Слушай, элементарно, трикотажные шорты, это, знаешь, решиться на них нужно прям, вот мало кто на них решается, хотя это вообще круто. Это супер худящая вещь, это очень худящая вещь, свободные шорты, они просто делают из вас на 10 килограмм. Это как губка, я не понимаю, в чем разница, это как с кюлотами. Кто-то где-то сказал, что кюлоты укорачивают ноги, блин, а юбки вы как носите, когда я что-то не понимаю. Вот, слушай, сейчас просто я смотрю, даже какой бы я мини ни одела, у меня все равно ощущение, что шорты все равно лучше. А при этом это одно и то же, вот по длине, поэтому это все стереотипы, которые сидят, и если... Но при этом в этом есть плюс, когда ты живешь в таком консервативном обществе, тебе хочется привлекать к тебе внимание или быть каким-то другим, ты просто берешь то, что вот на поверхности, шорты, ну что вот сложного, и все, и ты уже в центре, понимаете, классный какой. Да, а я его у тебя как раз в сторис видела. А какие у вас цвета еще есть? Будут сейчас пудра и будут черные. Очень жду черные, потому что это будет вообще такой прям супер какой-то прям на грани офисного, да, варианта, и он будет максимально универсальным. Ну, то есть я прям очень, что черный, очень хочу. Я уверена, что такие вещи будут носить в офис. У меня просто сейчас вот идет дискуссия с клиенткой, которая как раз боится мягкий жакет надевать, купить в офис. Клиент, ты вчера приходила тоже, а я думала, у нас костюм на тканях, да какая разница. Это же удобно. Да, это удобно. Ну, это вот просто тренд. И перелет, кстати. Понятно, что, да, кстати, да. Потому что мы все равно вот эту классику со спортом вот теперь в таком виде будем иметь. И это, возможно, вообще глобальный тренд. Мы пока оценить это не можем. Но мне очень нравится эта идея. Это так круто, когда ты входишь в тренд еще пока он даже не появился. Это значит, что ты 4 года вообще в теме. Вот я сейчас на обучении, они нам говорят, что мы в среднем потребляем вот на массовом уровне, на мировом, 2016 год. Понимаешь? Мода 2016 года. Поэтому у тебя как у дизайнера, у меня как у стилиста еще 4 года я могу сейчас купить вещь. Да, не все решатся, не все мне доверятся. Но кто доверится, он в этой вещи еще 4 года просто на пике будет. И только через 5 лет остальные ее купят. Ну, это же круто. Да, мы строители. Да, мы вообще всех опередились. Наверное, мы с тобой все обсудили. Спасибо большое. Это было очень интересно, как всегда. Да, в потоке, в каком-то мы были сейчас. Пока-пока. Пока-пока. Да, я как раз поеду.